Безусловно, за 10 лет реализации инициативы «Один пояс, один путь» оказало значимое влияние на всю мировую экономику. А вот о том, какие изменения она привнесла в китайскую провинцию Хэнань, расскажем в репортаже далее. Каждый день в международном аэропорту Синьчжен в Дженчжу, административном центре провинции Хэнань в центральной части Китая, кипит работа. Этот груз готовят к отправке в Люксембург. Каждую неделю в этом и обратном направлении выполняют более 50 рейсов. Все они — часть так называемого «воздушного шёлкового пути», запущенного ещё в 2014-м. Объём обработанных аэропортом Синьчжен грузов увеличился с 250 тысяч тонн в 2013-м до 705 тысяч тонн в 2021-м. Поэтому показатели он на шестом месте в Китае и в числе 40 крупнейших грузовых аэропортов мира. Сегодня «воздушный шёлковый путь» охватывает более 200 городов в более чем 20 европейских странах и около 90 городов по всему Китаю. Благодаря этой воздушной сети китайские потребители могут быстро получать покупки со всего мира, а китайские товары продаются на европейских прилавках по доступной цене. В провинции Хэнань трансграничной электронной коммерцией занимается более 8700 предприятий, причём годовой объём импорта и экспорта более чем 20 из этих компаний превышает 100 миллионов юаней. В настоящее время в провинции Хэнань существует пять пилотных зон для трансграничной электронной коммерции и два демонстрационных города электронной коммерции национального уровня. За последние десятилетия «воздушный шёлковый путь» значительно улучшил региональное сообщение, укрепил партнёрские отношения с другими странами и регионами. Раньше провинция Хэнань в значительной степени зависела от сельского хозяйства. Благодаря «воздушному шёлковому пути» в последние десятилетия её главным драйвером стала трансграничная электронная коммерция. С'я жусьюе, си життя.